Законопроекты 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 Из-за неправильности переноса границ бумажных носителей на электроны Не могут узаконить свои права Под эти разговоры идет попытка узаконить сотни тысяч А возможно и миллионы гектаров лесного фонда Которые за последние годы оказались в руках частных собственников На незаконно захваченных землях На которых уже построены элитные коттеджные поселки Яхт, клубы и гольф-поля Мы совершенно считаем, что тот законопроект, который внесен Концептуально нарушает поручения президента Потому что мы могли совершенно четко разделить эти две составляющие Если бы мы провели дату отсечения 1 январем 2007 года Датой вступления в силу лесного кодекса То 99% наших граждан, добросовестно приобретивших земельные участки Они оказались бы защищены А вопрос с мошенниками, которые незаконно захватили лесные угодья Могли бы решаться уже в рамках уголовного судопроизводства К сожалению, авторы законопроекта, внося этот закон Не посчитали даже количество лесного фонда Который может уйти из оборота нашего государства Эксперты называют цифры от 2 до 8 миллионов гектаров И эти цифры разнятся, вы видите, в 4 раза И это будет серьезный урон, серьезный ущерб для экологии нашей страны Необходимо отметить, что ряд регионов Российской Федерации В первую очередь Московская область, обладающая колоссальным лесным массивом И эти земли являются легкими города Москвы Могут потерять практически половину своего лесного фонда А такие лесничества, как, например, Свинегородская, две трети Мы совершенно четко понимаем, что попытка введения в этот законопроект Вопроса, связанная с возможной передачей лесных земель в земли населенных пунктов Могут породить те же социальные проблемы, которые были порождены проблемами, связанные с Химкинским лесом И таких конфликтов по стране могут быть десятки Наша фракция принципиально выступает против принятия законопроекта в первом чтении Мы готовы предложить свой альтернативный законопроект И считаем, что концептуально мы должны защитить дачников Но поставить заслон на пути вороватых чиновников и коррумпированных бизнесменов По вопросу, связанному с отчетом министра промышленности Слово предоставляется Сергею Михайловичу Пантелееву Представитель нашей фракции в Комитете по промышленности Как человек, много лет отработающий в производстве И заставший, так сказать, работу промышленности в плановом хозяйстве И в нынешнем монетаризме и либерализме Хотел бы просто привести несколько цифр Ничего, как говорится, личного и никакой политики 1990-2016 год ВВП на душу населения упал с 30 тысяч долларов до 14 тысяч Объем промышленного производства на сегодня Так и не достиг уровня 1990 года Объем промышленности в мировом производстве Упал с 11% до 3% Износ основных фондов на сегодня составляет в среднем по России уже более 50% Соотношение денежной массы Потребности в ней 1 к 3 Как развиваться? Что же в такой ситуации делать и предлагается? Необходимо срочно и кардинально изменить экономическую и финансовую кредитную политику государства В 2016 году у банки увеличили прибыль в 5 раз А инвестиционное кредитование снизилось на 0,9% Что это означает? Деньги есть, но банки не заинтересованы в росте реальной промышленности Не заинтересованы вкладывать деньги, значит и в развитие страны Сегодня финансовый капитал правит бал Он превалирует над производственным, а должно быть наоборот Ведь на бумажке, какого бы номинала они не были Ничего не купишь и тем более независимость страны Необходимо также срочно вкладываться в модернизацию страны Необходимо налоговое послабление тех предприятий, развивающихся по повышению поддержки Которые модернизируют свои предприятия Необходима экспортная поддержка Мы все понимаем, что по одному предприятиям на тот рынок не прорваться Никто туда нас не пустит Необходимо насыщение денежной массой производственных предприятий Необходимо также всем нам понимать, что в этот период, который сегодня происходит Необходимо также рассматривать вопрос социального неравенства, ликвидации бедности Потому что бедный человек никогда производительно работать не будет А мы все с вами понимаем, что у нас более 21 миллиона живет ниже черты бедности Без решения всех этих вопросов, социальных, экономических, нам никогда не выбраться из кризисов Также необходимо сочетание плановой, государственной и рыночных начал в экономике И пример тому Китай, Индия, Вьетнам, несмотря на все мировые кризисы Они всегда имеют положительный рост экономики По вопросу изменения избирательного законодательства Слово предоставляется первому заместителю председателя профильного комитета Юрию Петровичу Синельщикову Сегодня рассматривается в третьем чтении пакет законопроектов о избирательной реформе Достаточно много норм предусмотрено изменить Я должен отметить, что в целом наше избирательное законодательство Надо характеризовать как наиболее неудачная отрасль законодательства российского Оно характеризуется бессистемностью, непоследовательностью Здесь много неопределенных норм, много пробелов И мы, наша фракция, полагали, что в ходе обсуждения этих законопроектов В ходе работы над этими законопроектами Основная часть этих, так сказать, недостатков будет устранена Но, к сожалению, все случилось, что называется, наоборот Закон стал еще хуже, еще бессистемнее, еще более непонятным Прежде всего, я должен обратить внимание, что в первую очередь на то, что В первом чтении предполагалось уменьшить, ограничить размер избирательных участков Полутора тысячами человек То есть 1500 человек это максимум Избиратели на одном участке Так предполагалось в первом чтении И мы, в общем, эту норму поддерживали, разделяли ее Но была во втором чтении принята поправка, норма Которая перечеркивала это правило, хотя оно там формально осталось И предусмотрено, что избирательный участок теперь может быть увеличен до 3000 человек Во-вторых, это вопрос о месте голосования Вопрос наиболее сложный Здесь чаще всего встречались манипуляции в этом вопросе Ну, как известно, по открепительным удостоверениям гражданин уходит с одного списка и переходит в другой список Так всегда было, так существует на сегодняшний день Но законопроект предположил такую инновацию Что гражданин, гражданин, избиратель, он обращается, будучи где-то в другом месте Не в том месте, где находится, где он отрегистрирован Где он находится в списке Гражданин в месте своего пребывания подает соответствующее заявление И, по идее, его должны по этому заявлению включить в соответствующий список там, где он фактически находится И заявление это и называется о включении в список для голосования Но, исходя из того, что прописано в законопроекте теперь И, исходя из того, что предполагает в своих инструкциях прописать центральная избирательная комиссия Получается так, что по заявлению гражданина его не включают в список А по его заявлению его исключают, прежде всего, из того списка, где он состоит Где-то в другом регионе А потом, когда он во время выборов обратится в тот или иной участок Его будут включать в список После предварительной проверки не проголосовал ли он еще где-либо Но получается такая штука, что эти граждане могут никуда, в конце концов, не явиться Он исключен из соответствующего списка И тем самым обеспечивается формально повышение явки избирателей Проценты явки избирателей избирательных участок Потому что те граждане, которые являются сомнительными Они из списков, что называется, таким образом автоматически исключаются Это очень выгодно Это очень выгодно для правящей партии, конечно же Это очень выгодно на президентских выборах Когда для лица, который будет идти первым Для того, чтобы обеспечить высокий процент, так сказать, его поддержки Показать высокий процент поддержки И надо сказать, что эта норма по оценкам Центра избиркома Вот эти нормы, они касаются где-то порядка 5 миллионов избирателей Это очень большое число Ну и в-третьих, я должен обратить внимание на то, что теперь Стал более ограниченным доступ к спискам избирателей Под видом недопустимости разглашения, так сказать, информации о личности У нас вводятся правила, в соответствии с которым Не избиратель, не наблюдатель, не даже член избирательной комиссии Не знает, кто же включается, кто исключается Знает только председатель соответствующей избирательной комиссии Кто включается, кто исключается из списков И создается такая ситуация, что контролировать можно только цифры А контролировать фамилии нельзя Когда председатель избирательной комиссии была у нас на встрече во фракции Она сказала, да, над этим надо работать Мы что-то будем думать, как же контролировать конкретные фамилии Куда они пошли и пришли и дошли ли куда надо На самом деле закон уже будет сегодня принят И ничего здесь не поменяешь Контроль здесь никак обеспечен быть не может И последнее это изменение в статье 5.22 Кодекса об административных правонарушениях Которое предусматривает административную ответственность За незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня Сейчас предполагается внести изменение Которое позволит усилить ответственность Существенно усилить ответственность Это хорошо, мы это поддерживаем Но мы предлагали сделать и другое Предлагали сделать так, чтобы эта статья заработала Но сегодня она не работает По стране это единица случаев Когда бы возбуждались такие дела В административном правонарушении А все дело в том, что протокол эти составляет полиция Полиция она никогда туда не доберется и не придет Но у нас право Право возбуждать дела Об административных правонарушениях Имеет и избирательные комиссии Но не только не в отношении этих Поэтому мы предлагали передать Вот эти дела От ведения Извините, не административных, а избирательных комиссий Мы предлагали передать эти дела в виде избирательных комиссий с тем, чтобы статья заработала, но, к сожалению, наша поправка не была принята. В третьем чтении мы будем голосовать против этих законопроектов.